Добро пожаловать в Фресландию! Это новый сюжет на РП по выданному миру. Здесь ты выбираешь один из четырех лагерей, а окончанию сезона выиграет только одна сторона, то есть один лагерь. Частые ивенты, продуманный сюжет, качественная РП составляющая, добрая администрация и многое-многое другое ждет тебя здесь. Рекомендую, заходи во Фресландию. Ссылочка в описании. Привет, меня зовут Искал и добро пожаловать на мой канал. Как мы все с вами знаем, новая DLC про Советский Союз уже на подходе. Поэтому сегодня мы с вами начинаем новый монтажик по игре Hearts of Iron 4, еще старом DLC, но играть мы с вами будем за Казахстан. Давненько у меня в голове крутилась такая мысль. Блин, а почему бы не рубануть прохождение за Казахстан в ванильной версии игры Хойки 4 и посмотреть, как оно вообще? Что мы вообще сможем показать против всей Азии, судя по всему, да и Европы? И в конце концов попробуем захватить Советский Союз, либо Германию, а может вообще плюнуть на все? И уплыть в США захватывать? Слушайте, я придумал название для этого ролика. Казахстан с упором на авианосцы и тяжелые крейсера. Звучит классно. Играем на сержанте, режим Iron Man и исторический фокус для яички. Достижения включены. Ну что же, господа, вот наш любимый Советский Союз и даже усачь Сталин на месте. Скоро, кстати, выйдет продолжение нашего прохождения за Сталина, где мы с вами уже будем захватывать всех союзников, скорее всего. Так, ребят, ну что же, отвлекся я от нашего с вами геймплея. Чем мы с вами будем делать? Оккупированные территории, ищем Казахстан. Вот он он. Даем ему независимость и садимся за него играть. И по идее сейчас должна произойти магия. Ну что же, ребят, вот он, наш Казахстан отъехал. Можно вот так вот сказать. Давайте сразу взглянем на политиков. У нас даже с вами есть призрачный джентльмен. Но вот, ребят, с главнокомандующими у нас малюсенькая такая проблемка. У нас есть Шамиль, Сапиев, Булат, Оспан, и все. Больше никаких политиков нету на атаку дивизий, там, на скорость каких-нибудь и так далее. Ну ладно, будем что-нибудь придумывать. Также у нас есть высшее военное командование. Здесь у нас есть два офигенных политика на пехотку. Это пехотный специалист, атака и оборонка и перегруппировка армии. У нас даже танки исследованы. Хмм. Да, военных заводов в Казахстане нету, поэтому развитие промышленности берем. И идем как можно скорее получать военные заводы, чтобы производить собственное пехотное снаряжение. Пока что давайте, наверное, будем изучать доктрину. Я, наверное, уйду от четвертой доки. Эта дока самая то для Советского Союза, а сам пойду по второй вот доктрине. Есть у нас с вами две свободных фабрики. Ну, я не знаю, можно, конечно, построить военный завод. Хотя у нас тут такая инфраструктура, что где бы его ни строй, строиться будет очень долго. Давайте, наверное, построим вот в этой вот провинции. Мы с вами по умолчанию являемся демократами. Поэтому нам нужно, наверное, с вами как можно скорее переходить в коммунизм. Хотя можно, знаете, что сделать? Я часто любил делать такие вот интересные мешапы, можно сказать. Например, я иду сам в коммунизм, а беру по фокусам национализм. То есть получаю все бонусы на милитаризацию, но при этом можно остаться коммунистом. Что касается нашей экспансии, если она у нас вообще будет, то тут понятное дело. Нам нужно с вами захватывать Синьцзянь, потому что Советский Союз нас отрезал от Ирана и так далее. Поэтому через Синьцзянь мы идем на Афганистан, а через Афганистан на Иран. Притом у нас Синьцзянь пошел на сотрудничество с коммунистами. Это довольно тоже как бы, ну не сильно хорошо. Что касается наших шаблонов, да, рано еще про это говорить, но у нас осталось очень много дивизий от Советского Союза. Тут и НКВДшные пограничные дивизии, и воздушно-десантная бригада. Кстати, вот воздушно-десантные бригады можно будет и поиспользовать, я считаю. Но для этого нужно иметь хорошую промку. Все, вот он и военный завод. Отлично, наша страна потихонечку, потихонечку начинает переходить с палок и копий на пехотное вооружение. Это хорошо. И мы уже с вами начинаем производство первого пехотного вооружения. Все, пошло-пошло производство. Потихонечку копим мы с вами винтовочки. Берем с вами коммуниста-революционера. Тем самым популярность коммунистической партии Казахстана будет расти. Казахстан переживает классовый конфликт. Опа, минус пять стапки, но плюс пять коммунистов. Еще буквально нам пять процентов поддержки коммунизма, и мы с вами сможем перейти в коммунизм. И уже законнектиться с Советским Союзом, то есть вступить к нему в альянс и начать оправдывать цель войны на Синьцзянь. Чтобы Синьцзянь первым не вошел в состав альянса Советского Союза. Пока что мы с вами продолжаем изучение доктрины и копим пехотное вооружение. Так, ну что же, накопили мы с вами 229 пехотные снаряги. А это значит, что мы с вами можем подготовить первую НКВД пограничную дивизию. А нет, здесь у нас военная полиция. Черт. Значит, по классике кавалерия. Какие мы будем использовать шаблоны для кавалерии? Смотрите, я вот хочу сделать примерно вот такой вот шаблон для кавалерии и сюда запихнуть саперную роту. У нас организация будет, защита, прорыв, конечно, фиговый, но у нас скорость есть. В отличие от обычных пехотных дивизий, где максимальная скорость 4 км в час. А скорость, особенно в китайских провинциях, очень и очень сильно решает. Ребят, у нас поддержка нашей коммунистической партии Казахстана уже 53%, а значит, мы с вами можем, по идее, начать политические дебаты и провести всенародный референдум. И все будет хорошо. Что касается новых исследований, то так как мы сейчас с вами будем играть через кавалерию, то можно, в принципе, не исследовать вот это оружие огневой поддержки и так далее. Да, тут, конечно, бонусы маленькие, но все же есть, но я думаю, нам лучше с вами сконцентрироваться именно на улучшении пехотного снаряжения, чтобы получать бонусы противопехотной атаки по 5%. Это намного важнее. Германия предлагает заключить антикоминтерновский пакт. Не, слушайте, не-не-не, наоборот, отклоняем этот пакт и переходим с вами в коммунизм. Коммунисты требуют референдум, бабах, и все. Мы стали Казахской Советской Социалистической Республикой. Поздравляю вас, друзья, прямо моментально с вами вступаем в альянс Советскому Союзу. Все, теперь мы будем сражаться вместе против наших общих врагов, а дивизии Советского Союза, наконец, получат доступ к своей сухопутной границе нормальной. А то мы были демократами и не позволяли советским солдатам попасть обратно домой. Появилась у нас первая казахстанская акула, буду ее называть так, и давайте назначим первого нашего казахского командира, Серик Оспан. Посмотрите, нам повезло, он блестящий стратег. И давайте, наверное, сразу же потом назначим фельдмаршала Тимур Курбанов. Нашего фельдмаршала мы с вами будем качать, как вы поняли, на мастера наступлений и яркого полководца, чтобы быстрее наши дивизии восстанавливались. Кстати, у нас новый правитель Николай Александрович Скворцов, но при этом он не имеет никаких бонусов и так далее. Еще, что я заметил, у нас с вами есть Кровавый Палач, довольно интересный политик. Урона на Сим и Гарнизонову намного меньше, то есть наши гарнизоны меньше будут страдать. А самое главное, что у нас больше людей будет, когда мы будем захватывать каких-нибудь наших соперников-врагов. Что касается Синьцзяня, у него около 6 дивизий, если я не ошибаюсь, да, но 6-7 дивизий максимум у него. Это хорошо, значит мы с вами подготавливаем вот эти вот бригады и в принципе можно оправдывать цель войны на Синьцзянь. Оправдывание цели войны будет идти 240 дней, это очень много, это прямо очень много, целый год считайте. Но за этот год мы с вами сможем сделать более-менее сильную армию. И на этом спасибо. Призывать Советский Союз в эту войну мы не будем, я вступил в Коминтерн для того, чтобы Синьцзянь не вступил в Коминтерн, когда мы на него нападем. Если за Синьцзянь вступятся разные китайские миноры, то тут уже Советский Союз нам будет помогать вовсю. Вот видите, ребят, почему я хотел сыграть за Казахстан, очень интересный и уникальный геймплей. Развитие строительства 3, получим с вами в Гурьеве две фабрики, это офигенно. Ну что же, фабрик у нас становится все больше и больше, скоро будет закончено строительство нового военного завода, будет у нас побольше военных заводов. Что касается ресурсов, у нас хром есть, у нас есть сталь, поэтому все классно, никакие фабрики на ресурсы тратить не надо. Опять же, ребят, смотрите, как сейчас разбросаны войска Синьцзяня, то есть они в основном оберегают монгольскую границу и оберегают где-то нашу общую границу. То есть, в принципе, наши конники могут просто быстро проехаться по важным точкам Синьцзяня и захватить его тем самым. Ну что же, время неумолимо идет вперед, а мы с вами продолжаем подготавливаться к новой будущей войне против Синьцзяня. Уже скоро-скоро она начнется, тем временем у нас построился один военный завод, теперь у нас 4 военных завода и больше косаря пехотки на складе. Обучаем мы с вами сейчас наши кавалерийские казахские дивизии. Думаю, еще парочку таких подготовить, как раз мы их сейчас и усилим, думаю. Добавим в эти шаблоны еще конников, чтобы наши дивизии стали более-менее смертоносными. Отлично, мне все нравится. Как только мы с вами накопим политическую власть, мы с вами наверняка возьмем Айбека Рахимова, скорость восстановления дивизии, и также Шамиля Сапиева, организация дивизий. Развитие инфраструктуры выполнено. Ну что же, ребят, получаем с вами халявную ячеечку для исследования. Теперь у нас будет 4 ячеечки, а значит можно уже изучать флот. Блин, я вот на серьезных щах думаю нам построить с вами хорошенький такой флот, чтобы мы просто всех могли изничтожать-уничтожать. Благо у нас уже высадки и транспортные корабли изучены. Ну что же, уже через каких-то 20 дней начнется наша война с Синьцзянем за право владеть всем Синьцзянем. Ну что же, политическая власть у нас с вами накопилась, берем с вами наконец-то организацию-специалист. Теперь у наших дивизий будет чуточку больше организаций, что нам очень сильно поможет. Что же, выпустили мы с вами последнюю нашу дивизию, которая уже прибыла на фронт, и давайте сразу же нападаем на Синьцзянь. Посмотрим, как эта война вообще будет проходить. Сейчас мы едем прямиком до столицы Синьцзянь, у которой никто не обороняет, и Синьцзянь уже близок к капитуляции на 50%. И отправляем наших конников скакать прямо до уезд Яркент. Если говорить в общем и целом, то война с Синьцзянем не представляется нам такой сложной, как кажется на первый взгляд. Дивизии Синьцзяне пытаются оберегать все фронты, в том числе и фронт с Монголией. Они так сильно боятся, что я призову Советский Союз и Монголию, что просто-напросто забивают на свои пустые провинции. И конечно же, такой расслабленностью противника и нерасторопностью надо пользоваться. Поэтому мы захватили одну столицу, а сейчас взяли и вторую. Осталось захватить несколько поселков и последнюю оставшуюся столицу Синьцзяне. И я думаю, эта страна капитулирует. И все будет хорошо, в том числе и для Казахстана. Но как все мы прекрасно знаем Хойку, и чем заканчиваются такие истории, то делаем вывод, что не все так просто, как кажется. За Синьцзянь вступился Китай и огромное количество китайских миноров. А все потому, что Япония у нас напала на Китай. Поэтому мы долго не будем медлить и сразу же призываем в войну Советский Союз и наших других союзников. Призываем мы их для того, чтобы сдерживать натиск китайца. Потому что почему-то Сибэй Саньмай и сами китайцы решили прям по полной, по полной привести дивизии на наш общий фронт. Ну что же, я только рад. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Настоящая война еще впереди. Раз мы смогли капитулировать в Синьцзянь, то я думаю сможем и Сибэй Саньмай и Китай. Посмотрим, что получится. Одно меня радует точно, что в этой партии Советский Союз не такой уж и глупый, как я думал. Пока мы, ребят, с вами обороняем нашу общую территорию с Китаем и Сибэй Саньмай, не устану повторять название этого государства, Советский Союз замутил высадку аж в Шанхае. Я бы, конечно, помог нашему другу Усачу Сталину, но у меня нету конвоев и в Ленд-Лизе Советский Союз мне не присылает те самые конвои. Поэтому мне остается просто ждать и выглядывать простор для успешных контратак, а войс наш противник ошибется или отведет не туда, куда надо дивизии. Что касается Японии, то Япония вообще не щадит ни одного китайца, можно вот так сказать. Прорывает она Китай и Сибэй Саньмай без каких-то проблем. Легко и просто, как нож по маслу. А все почему? Потому что Казахстан. Ну что же, ребят, 50% поддержки войны, а значит, да здравствуй, военная экономика, и на одну фабрику у нас стало больше. Это на самом-то деле прекрасно. Еще у нас осталась политическая власть, но уже на эту политическую власть мы с вами возьмем Азата Зумабекова, специалиста по пехоте. И в принципе можно начать уже производство наших первых пехотных с вами дивизий. Во-первых, будем использовать вот такие вот пехотные дивизии. Это самые обычные пехотные дивизии, они нам нужны будут только для того, чтобы обороняться и иногда продавливать противника. Выпускаем как можно больше таких дивизий, которые в скором времени у нас пойдут на фронт. И знаете, о чем я тут подумал? Нам нужно с вами потихонечку заниматься артиллерией. Моим бы шаблоном не помешала бы еще и ПВОшечка на самом-то деле. Она имеет как и противотанковую атаку, так и воздушную атаку. На самом-то деле полезная вещь. Что же, наконец-то мы с вами можем создать разведывательное агентство. Назову я его просто и легко. Кумыс. Берем, кстати, с вами Шамиля Казимова. Это призрачный джентльмен. У нас будет еще один дополнительный агент. Агентов мы будем с вами использовать в основном для того, чтобы делать коллаборационистские правительства и так далее. Хотя будем и разжигать пламя революции. Блэд. Наняли мы с вами первого нашего агента. Я не знаю, есть ли смысл посылать нашего агента в Китай, потому что Китае уже чуть-чуть и все пока. Тем временем, ребят, можно сказать, что война с Китаем подходит своему логическому завершению. После войны с Китаем, если нам, конечно же, дадут, а я надеюсь, нам дадут с вами хотя бы две провинции Синьцзяня, мы с вами нападем на Тибет, на Непал и на Бутан. Ну что же, первые наши пехотные дивизии появились на свет. Сразу отдаем их нашему генералу, и мы уже будем начинать потихонечку наш прорыв. Также Советский Союз сюда привел тяжелые свои танки, КВшки. Окей. Тем временем, у нас потихонечку разгорается Вторая мировая война в Европе. Ну что же, ребят, до капитуляции Китая остается всего лишь каких-то жалких 5%. Мы даже с вами не успели наши пехотные дивизии привезти, как Китай все. Сдулся считать. Ну что же, Китай близок к капитуляции, держится он уже на соплях, а значит, нам пора действовать. Приводим наши пехотные дивизии и начинаем прорыв по всем возможным фронтам. Пробиваться в горы, конечно же, не стоит, но вот в равнины, в леса и даже изредка в холмы самое то. Главная задача отобрать у Японии победные очки и захватить как можно больше городов-провинций. Как вы видите, пробиваемся мы в разных провинциях по-разному, все зависит от количества дивизий и их оснащенности. Так как разве данные до сих пор скрыты, то я делаю вывод, что самые слабые войска сейчас именно у Китая и у Сибэйсаньма. Мы их пробиваем, мы их выбиваем, мы захватываем города. И вот, бац, я взял несколько городов Сибэйсаньма. А также по старой доброй традиции еще раз захватил столицу, Синьцзяня. Чуть-чуть, чуть-чуть, но победных очков мы все же с вами заработали. А это огромный-огромный плюс. Надеемся на успешную мирную конференцию. Китаю остается 1% до капитуляции, но он до сих пор держится, что довольно удивительно. Коммунистический Китай уже капитулировал, до капитуляции Китая остается да все 1%. А мы тем временем продолжаем с вами изучать разное конвейерное производство. Казахстан выходит на совершенно новый уровень. По идее, если захватят вот эту вот провинцию, то все, Китай должен капитулировать. Просто я не знаю, как Китай может еще сопротивляться, когда самого Китая уже не существует. Ну что же, друзья, Китай наконец-таки у нас капитулировал, а мы с вами получаем довольно много очков, что удивительно. А много очков мы получили, потому что Советский Союз какого-то фига отказался делить китайские провинции и сам Китай. Ну что же, огромный респект товарищу Сталину, походу он все же тоже увидел, как мы с вами захватывали за Советский Союз весь мир, поэтому решил немножко нас поддержать. Благодаря такой щедрости Советского Союза мы с вами выбились топ по очкам, и поэтому захватываем как можно больше регионов китайских миноров и самого Китая. В конце концов у нас получается такая вот стена. Стена, отделяющая запад от востока. Новая великая казахстанская стена. Кроме того, я даже не оставил без внимания Танутува. Танутува обрела новую провинцию в самом центре Китая. Ну и главное достижение этой мирной конференции в том, что мы получили несколько хороших провинций с выходом на море. Эх, как давно мы об этом мечтали. Походу все-таки великий казахстанский флот будет существовать. И все, ребят, на этом дележка стран считается у нас оконченной. Нажимаем готово, и че мы с вами видим? Давайте остановим время. Япония забирает 17 регионов, а казахи, хитрые казахи, забрали целых 19. Даже Танутува один регион забрала, знаете, я выражаю респект товарищу Сталину, он просто нам позволил забрать огромное количество провинций. А сам Сталин вообще ни на что не претендовал. То есть ему как-то, ну, по барабану было, можно вот так сказать. То есть мы с вами поделили страны, как хотели, и даже лучше. Мы теперь имеем сухопутный полностью доступ к британской Индии. Мы имеем также с вами доступ к провинциям Китая, где проживает по 60 миллионов человек, по 300 тысяч. Ну где как? Также мы получили еще два военных завода, которые мы обязательно вот на такое производство поставим. Ну что же, наверное, дальше будем продолжать потихонечку свою экспансию. Давайте попробуем оправдать цель войны на Тибет. Благо, политическая власть есть и стабильности много, так что все норм. Можно еще поступить намного-намного аморальнее и прямо вытрясти из Советского Союза еще больше солдат для гарнизона. Мы и так у него 100 тысяч одолжили, так он еще соточку прислал. Также у нас с вами есть в нашем распоряжении 11 фабрик. Все фабрики у нас сейчас пойдут на застройку военных заводов, будем строить их в основном в тех провинциях, где больше всего инфраструктуры. И кстати, ребят, Казахстан уже получил выход к морю, значит мы с вами будем развивать военно-морской флот. Мы контролируем с вами регион Шанхай, где проживает 20 миллионов человек, где есть более-менее нормальная инфраструктура и здесь есть порт. Самое главное, наверное. Ну что же, друзья, на этом наш видеоролик подходит своему логическому завершению. Это была первая часть нашего монтажа за Казахстан в мире игры Hertz of Iron 4. Буду рад услышать ваши комментарии по поводу этого ролика, понравился вам он или нет. Также не забывайте про подписочки, колокольчики и лайки, мне будет очень и очень приятно. И пишите, ребят, как нам следует развиваться? Все-таки захватывать бутан, как я и хотел, либо переключиться на куда более опасных соседей? Я про восток. Япония, держись. Еще раз всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока-пока. И самое главное, не скучайте, новые ролики теперь будут выходить куда чаще. Ждите.